Айгуль Жан Серикова основатель компании по производству войлочных изделий. Женщина начала возрождать древнее казахское ремесло еще 15 лет назад. А в 2004 году она решила открыть в Алматы мастерскую. Я патриот своей родины. И, наверное, на это повлияло то, что я работала в международных проектах. Я их возглавляла один казахстанский офис региональной программы швейцарской. И очень много ездила по миру. И в каждой стране, естественно, свои культурные ценности. Любой турист увозит какой-то сувенир. И этот сувенир, естественно, как-то исторически связан с культурой, историей этого народа. А у нас, естественно, когда говоришь «Казахстан», все вспоминают юрту. Все вспоминают войлок. В мастерской Айгуль Жансериковой работает 11 человек. И за дня в день рукодельницы создают одежду, аксессуары, предметы быта и многое другое. На изготовление вот такой шкатулки уйдет 3 часа. А что для этого нужно, мы спросим у мастера розы. Мы используем овечью шерсть. В данный момент вот белая, меринос. И делаем раскладку. Раскладку делаем в двух направлениях. По горизонтали и вертикали. Легонечко. Здесь никакой силы не нужно. Она сама выходит вот. Как разложим горизонтально, мы раскладываем потом вертикально. Это нужно для сцепления. После этого мастерица накрыла шерсть сетчатой тканью и обильно смочила материал водой с мылом. Затем рукодельница повторила те же действия с заготовкой для орнамента и приступила к валянию шерсти с помощью скалки. Через 2 часа непрерывной работы материал дал усадку и сократился в размерах. В конце стираем, поправляем, сушим. Где-то на сушку тоже время нужно. Зависит от толщины изделия. Ну и кладем все точно так же, как и любое изделие. Работать с войлоком не так просто, как кажется на первый взгляд. От рукодельницы в первую очередь требуется усидчивость и терпение. Айгуль Жан-Серикова считает, процесс мокрого валяния самый трудоемкий. Второе – это техника сухого валяния, когда не нужно мочить руки, не нужно использовать мыло, воду. То есть это более, может быть, и легче, и его могут делать даже школьники и дети. Войлок – это универсальный пластичный материал, говорит искусствовед Наталья Баженова. И у него интересная и богатая история. Он и термостоек. Например, имеет с свойством не промокать. В летнее время он сохраняет прохладу. Если говорим о юрте, например, да? В кочевом быте он же использовался именно для покрытия каркаса юрты. Вот. И зимой сохранял тепло. То есть из него делали и одежду, и головные уборы, обувь, различные предметы быта. Это и чехлы. Не говоря уже о таких изделиях больших и значимых, как текемета и сырмаки. Изделия из войлока пользуются популярностью не только в Казахстане, но и за рубежом. Изделия, полученные в результате мокрого валяния, представляем и в Америке, и в Германии, и в Австрии. Мы сейчас вышли за пределы своей страны. Мы выходим на международные выставки, ярмарки. Мы представляем свою культуру на международной арене. Но мы интересны для международного сообщества только своими традиционными вещами. Этот год для Айгуль Жан Сериковой полон новых целей и задач. В 2017 году в Алматы она планирует открыть центр ремесленников. Это будет своеобразная площадка для обмена опытом. Айман Кай, Ернур Айдарбек, Жанакун. Айман Кай, Ернур Айдарбек